Решил добавить немного трэш-контента на свой канал. История произошла со мной лично, судился я по одному из дел. Истцом были представлены слепованные документы. В общем, они были поддельные, это было очевидно. И оригиналов документов этих не могли предоставить, почему-то из цели, потому что мы сразу заявили о подложности и о необходимости проведения экспертизы. Но первой инстанции мы отбоялись, а вторая инстанция почему-то очень хотела удовлетворить эти требования. И вот, значит, уже прихожу я в суд. Суд говорит, что поступили новые документы. Я, естественно, говорил, хотелось бы их почитать. Они говорят, вот перерыв читайте. Ну, я аккуратненько отфотографировал то, с чем я мне был знаком, и вернул документы. Прямо даже не перемешав, я аккуратно перекладывал и, соответственно, в том же самом порядке вернул суду документы. После этого начинается картина масла. Значит, мне говорят, что я вернул не все. Я, естественно, говорю ему, как бы, как не все. Что дали, то и вернул. Мне говорят, нет, вы украли уточнение операционной жалобы и, соответственно, сейчас мы будем приглашать приставов и вас это изымать. Но я как человек, который этого не делал, естественно, говорю, так давайте, вызывайте. Я только за. Это была бы вообще мировая хохва, если вы адвоката обыскали в суде и выяснили, что, в общем-то, сюжет не состоялся. Адвокат ничего не похищал. Но, соответственно, аудиозапись этого события, естественно, не велась. Я уже проверил аудиопротоколы. Значит, когда запись включилась, значит, пафосно было сказано, что вот просим отметить в протоколе, что, значит, адвокат не вернул документы, которые были переданы ему для ознакомления. А вот, естественно, я сказал, что если они не были возвращены, значит, они просто не передавались. Но суд был очень целеустремлен в своем, значит, решении, забыв, в общем-то, подумать над одной простой вещью. Наша позиция заключалась в отсутствии правоотношений как таковых. Соответственно, что там и как просит истец нам вообще по барабану. Важно, что он просто просит, а мы доказываем то, что его требования не обоснованы. Поэтому в какой форме, в каком виде у нас истец уточняет свою апелляционную жалобу на стадии апелляции, естественно, это не первоначальное требование уточняется, а в принципе по барабану. И в данном процессе, по ходу, не знаю, у судей отсутствовала логика полностью, потому что обвинить адвоката в краже документов, которые похищать не имеет смысла вообще никак, заявить, что сейчас придет пристав, будет адвоката обыскивать, а когда адвокат говорит, что давайте обыскивать, включить заднюю, это как бы вообще нелогично. То есть, если ты кого-то обвиняешь, действуй до конца. Причем, при всем при этом, если у нас есть такое утверждение, что кто-то там что-то похитил, ну почему номер не исполняется до конца? Если у нас адвокат реально что-то украл, ну давайте разбираться. Это обвинение, которое звучит из-за судьи, но не знаю, у какого-нибудь дедушки, который накрывал оли, могло бы вызвать реально сердечную проблему. То есть, если человек воспринимал бы ситуацию реально близко к сердцу, он бы, наверное, подумал, что сейчас заедет на какое-то время в изолятор. Но поскольку я этого не делал, и как бы, ну мне просто уже потом какой-то запал начался, ну давайте обыскивайте, ну давайте ищите, давайте искать, в чем проблема. Вот, они, видимо, включили заднюю. После процесса, как бы, я сказал, что, слушайте, вот это неправильно, я уже включил диктофон на всякий случай, и вообще не мешало бы мне услышать извинения по поводу данного факта. Так вот, судьи мне сказали, процесс окончен, типа, покиньте помещение. То есть, извиняться никто не собирался. И вот, соответственно, вопрос-то, да, если у нас судьи позволяют себе такие выпады в адрес адвокатов, что же они позволяют себе в адрес простых граждан? И у меня, исходя из этого, вообще вопрос, на нашей святой Руси, есть ли судьи, которые в данный момент способны рассмотреть дело, ну хотя бы аналогично, как делал Вера Засулись, когда судье необходимо из чувства справедливости пойти против власти и рассмотреть дело по справедливости, по внутреннему убеждению, исходя из собственных представлений об этой справедливости и руководствуясь законом. Если у нас судьи позволяют себе такие выпады на ровном месте, ни на чем не обоснованном, а в адрес адвокатов, что же у нас происходит за закрытыми дверями с гражданами, а вообще там, я думаю, можно передачу записывать для ТНТ. Вот такой сюжет, да, кстати, аудиозапись я сейчас дам прослушаться, вот, поэтому пока все, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо у всех. Да, кстати, я бы хотел прояснить ситуацию с пропавшей уточнением апелляционного завода. Что? Да, вы его нашли, нет? Вы знаете, а при наличии статуса абраката, наверное, так как-то вести себя не стоит? Ну, я согласен, при наличии статуса судьи, наверное, тоже так не стоит себя вести. Потому что я бы хотел, чтобы передо мной извинились. И, по-моему, самое время это сделать сейчас. Ну, я вашу позицию понял. Буква Ю ТА СУИНО 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 ТА СУИНО